Жители дома номер 52 по улице Сапка проснулись однажды и увидели. За окнами неизвестные возводят забор. Захватчики земли, так окрестили их активисты дома, предупредили. Спорить бесполезно. На этом месте будет продуктовый мелкоптовый магазин. Жители яростно против. Я говорю, вы не имеете права тут бурить. Имеем. Ну все тут, наши-то все вышли из дома-то. И их отца моя, он играет, вот этот мишка и говорит, я не дам вам строить. И шофер подошел к этому, который бурит. А тот, как, с размаху по лицу стукнет? Да. И вот, я говорю, ну все, мы зафиксировали, говорю. Ты, говорю, у нас нет вертиста. Стройка принесет сюда шум, пыль, грязь, думают жители. А впоследствии и большие проблемы. Полчища мышей и тараканов. Жители первых этажей особенно недовольны. Забор буквально перекрыл им свет. У нас под окнами строят. Никого нас не спрашивают. Никого. Ну ведь нельзя же так вот с людьми обращаться. Особенно жители боятся взлететь на воздух. Слишком близко от будущей стройки расположены газовые трубы. Активисты 52-го дома вспоминают, как в администрации города им не дали разрешения сделать здесь волейбольную площадку. С грустью констатируют. На месте забора раньше перед Новым годом ставили елку. Где же нам теперь отдыхать старым и детям? Где нам отдыхать? У нас нету ничего. Где этот газон заездили, этот заняли, темнота. Почему нельзя детям что-то сделать? Допустим, бы коток сделали для детей. Это было бы польза. А то вот именно кому-то надо, чего-то надо. Жители опасаются, что магазин – это только начало. Что постепенно так называемые захватчики земли выживут их отсюда. Депутат городской думы Алексей Масленкин так далеко не заглядывает. Но предполагает, что в этой истории далеко не все чисто. Скорее всего, нарушено. Надо выяснить, кто строит. Надо выяснить, кто выдавал разрешение. Пригласить этих людей к жителям. И пусть они жителям объяснят, что тут такое происходит. Отстоять свою землю для жителей САК-52 – дело чести. И вдохновил положительный опыт митингующих против постройки магазина на строителей 114. Мария Смирнова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.